Друзья, у нас в прямом эфире из Тель-Авива ты уже? Из Нитании в данный момент. Окей, хорошо. Я вижу, у тебя окна там зашторены, видимо там солнце шпарит вовсю. Да, чтобы как раз, чтобы хоть какое-то подобие фона создать, я заранее прошу прощения за не очень художественный фон, но это вот картина репатрианта, да, вот она такая. Андрей Ланд, актер, тренер, мастер, сегодня расскажет нам об актерских способах, методах повышения творческой продуктивности. Тебе нужен чат или тебе нужно, чтобы если что я там в конце голосом вопросы подал? Я с удовольствием и вообще с тобой бы болтал в процессе, и голосом можешь мне подавать вопросы свои собственные от людей, и я вообще за поговорить соскучился, знаешь ли, по-хорошему диалогу. Да, давай тогда ты начинай, если что, я здесь рядом все время буду, и если что, я подхвачусь. Договорить. Ну, здравствуйте, дорогие люди, и я почему-то сейчас перед началом разговора вспомнил, что в тибетской традиции, в буддистской, есть три ступени. Я сейчас объясню, к чему я это все не пугаюсь, сейчас я перейду к теме нашего разговора. Есть три ступени и три, ну, как бы уровня постижения, да, то есть вот есть так называемая сутрическая традиция, которая очень четко делится на такая, знаете, с четким разделением на хорошо-плохо, на добродетели-зло и так далее, и так далее. А есть следующая ступень, которая называется тантрический буддизм, которая как раз построена на идее трансформации, на идее трансформации любого помрачения ума в его противоположность, на идее объединения любых конфликтующих частей. И вообще вот в основе тантрической традиции лежит идея интеграции любого конфликта. Так вот, я это все сейчас к чему рассказываю? К тому, что мне кажется, что мы сейчас, будучи творческими людьми, находимся ровно в состоянии, когда нам очень важно отсвоить эту тантрическую традицию, то есть навык трансформировать что угодно во что угодно. Я не намерен делать вид, что мы находимся в каком-то нормальном привычном мире, я не намерен делать вид, что ничего не происходит за окном у нас, да, несмотря на то, что мы можем его зашторить, конечно, чтобы нам оттуда не слишком чем-то фонило. Но так или иначе, как только мы выглядываем за это самое окно, мы видим там полный набор обстоятельств, про которые мы и так считаем новостях. И войну, и колоссальное количество человеческих жертв и человеческих трагедий каждый день. И, наверное, я предположу, что, наверное, для вас, как и для меня, остается актуальным вопросом, как во всем этом можно творить, что бы то ни было. Потому что, наверняка, вы, будучи людьми начитанными, образованными, может быть, даже в большей степени, чем я, потому что актеры вообще, ну, как бы это сказать, начитанность и интеллект артистов в массе своей сильно преувеличены, надо это понимать. Так вот, наверняка вы слышали и сталкивались не раз с этой идеей о том, что, ну, которая обобщена в таком тезисе, что после Освенцима писать стихи нельзя. И вообще идея, что, так сказать, какое творчество, когда тут такое. Как можно что-то писать, как можно писать музыку, как можно писать сценарии, как можно писать стихи, и как можно вообще заниматься какими-то там высокими материями, когда у нас тут такое за окном происходит. Так вот, и да, я помню, что с начала войны, с 24 февраля, большое количество моих знакомых творцов разделилось на неравных две категории. Первая категория сказала, что, в общем, бессмысленно сейчас, чтобы это не было писать. Творчество все бесценено, оно не имеет никакого смысла заниматься этим невозможно. Можно заниматься сейчас только вот трубить в набат и всячески привлекать внимание к происходящему ужасу, кошмару и пытаться что-то в этом смысле изменить. А другая часть говорила прямо противоположную идею, что как раз нет. Именно сейчас-то творить и нужно, и именно сейчас это особенно важно, потому что в классической юнгианской традиции есть идея о том, что человеческим поведением движут две вот этих вот противоположности, два полюса. Полюс эроса и полюс танатоса, полюс любида и полюс мартида. Ну, то есть жизнь и смерть, другим словом. И я присоединюсь, пожалуй, к вот этой второй категории моих друзей, которые говорят о том, что именно сейчас, когда смерти вокруг так много, очень важно продолжать делать жизнь. А эрос, творчество и жизнь, это одна и та же энергия. И вот это надо очень точно понимать про себя, что до тех пор, пока мы служим творчеству, мы служим эросу и мы служим жизни. И ровно с этой точки зрения, мне кажется, и необходимо нам продолжать что-то делать с собой, в том числе ежедневно, на ежедневной основе, для того, чтобы у нас было достаточно сил, достаточно энергии, достаточно ресурсов внутренних, чтобы продолжать раскручивать воронку эроса, жизни, творчества. И используя в том числе вот этот антрический принцип, про который я сказал, преобразовывать любые обстоятельства, которые происходят у нас за окном в том числе, в энергию, в источник того, из чего мы потом делаем сценарии, песни, фильмы, книги, стихи. И должен сказать, что за это время я прочитал уже достаточное количество великолепнейших стихов о том, что с нами происходит. Я уверен, что через довольно непродолжительное время мы увидим немало великих фильмов, которые будут осмыслять и рефлексировать то, что происходит с людьми по все стороны границ. И в России, и за ее пределами, и в Украине, и в Европе, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас, мне кажется, важным поговорить о том, каким образом нам, творческим людям, сохранить себя. Мне кажется, это важный разговор. Надеюсь, что и для вас это тоже важно. Потому что, конечно, мы все живые люди, конечно, мы все подвержены базовым реакциям. И, конечно, я уверен, что многие из нас, может быть, кого-то до сих пор еще накрывают волнами и апатии, и ощущения бессмысленности любых усилий, и безволием, и полным, ну, то, что называется, нересурсным состоянием, когда кажется, что ничего, не могу я из себя ничего сделать, чтобы что-то, хоть две строчки из себя выдавить, например, да, и так далее, и так далее. И вот я предлагаю сейчас немножко поговорить о том, как нам научиться управлять собой, как нам научиться себя оживлять в первую очередь, потому что, ну, мы же, да, мы же творим собой. И поэтому создавать в первую очередь для себя самого устойчивое ресурсное творческое состояние, мне кажется, ужасно важно. Опять-таки, вот здесь, может быть, я все-таки, мне нужно задать вопрос. Саш, может быть, ты сейчас вот два слова скажешь. Был ли про это разговор вообще уже на конференции? Нужно ли сейчас про это несколько слов сказать? Или можно это уже как бы пропустить, как если бы мы уже про это что-то говорили? Как бы, может быть, кто-то из спикеров затрагивал эту тему уже? Нет, 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 говори, говори. Окей, хорошо. Нет, пока не говорили об этом. Отлично, хорошо. Тогда давайте начнем, собственно, с того, ну, то есть, это вот как, опять-таки, у Саши в книгах много есть. То есть, того, каким образом создать вокруг себя рабочее пространство. Ну, вот давайте немножко про то, как создать рабочее пространство внутри себя. Чтобы там была не выжженная земля, не воронка от снаряда, а какая-то плодородная почва, на которой может что-то вырасти. Так вот, первое, что мне кажется очень важно, это научиться в этих обстоятельствах, во-первых, начинать день определенным образом. И я сейчас в этом смысле являюсь абсолютно чистой такой моделью для экспериментов для самого себя, потому что я второй день нахожусь в Нитании, в Израиле. Пятого числа я вылетел за пределы Российской Федерации с билетом в один конец. И я совершенно точно не знаю, вот, да, вот я не знаю, когда я вернусь. Это произойдет через полгода, это произойдет через год, это произойдет через пять лет, через десять. Я понятия не имею там. У меня есть очень простой критерий, когда я физически смогу это сделать, когда сменится политический режим и первое лицо. А до этого я нахожусь в вот этой полной неопределенности. И, конечно же, для меня здесь, потому что я продолжаю работать, у меня продолжаются клиенты, у меня много сейчас проектов, которые, в общем, требуют моего внимания, моих усилий и так далее. И, значит, я должен каким-то образом себя привести, в первую очередь, в какое-то сбалансированное состояние для того, чтобы быть полезным тем людям, которым я нужен. В том числе, вот, например, чтобы я мог сейчас разговаривать с вами. И я привез с собой какое-то количество маленьких артефактов, которые мне помогают себя просто настроить на день, имея какое-то количество любимых ритуалов. Вот, например, Таня Мужицкая мне подарила вот такую вот чашечку, на ней написано «Счастье». И она мне подарила пакет с пудрой священного дерева Пала Санта. Вот я сегодня с утра. Кроме этого, я взял, у меня есть своя шаманская кружка. Вот так она выглядит. И вот набор этих нехитрых предметов, которые создают ощущение дома, ощущение какой-то управляемой реальности вокруг себя, которые мне помогали начинать день на протяжении довольно длительного периода времени. Из которых у меня начинался день, когда я таким образом загружаю себя в состояние, что у меня есть какая-то моя управляемая реальность. Мне кажется, сейчас это очень важно напоминать себе, что есть какой-то коридор моей управляемой реальности, где я несу ответственность, где я могу настроить пространство состояния, свое эмоциональное, в том числе и физическое, и умственное, таким образом, чтобы быть продуктивным. И оказалось очень удачным образом, что здесь, в квартире моего дяди, есть выход на крышу. А в моей квартире на Беговой были окна в пол с красивым видом на всю Москву. И первое, что я сегодня сделал, встав в 7 утра, я отправился на эту крышу, налил себе воды. И я стоял, смотрел на окружающий город, жег пудру Пала Санта. И вот эти простые физические действия меня возвращали ногами на землю. Они переводили мое внимание, а для нас сейчас очень важно управлять вниманием, на мой взгляд, и я сейчас чем дальше, тем больше буду про это говорить. Я таким образом переводил внимание на простые физические объекты, благодаря которым я вспоминаю, что я у себя есть, что я живой, что я прямо сейчас нахожусь в безопасности. Что несмотря на то, что я не знаю, что я буду делать через неделю, и даже через 3-4, я точно знаю, что я буду делать через 5 минут, через 10, через 15, через час. Потом я проделал телесную разминку, которая тоже, на мой взгляд, является очень важной частью управления состоянием, потому что, опять-таки, здесь, наверное, я не ошибусь, если предположу, что для сценариста характерно довольно много времени проводить сидя у монитора. Это не всегда, скажем так, не всегда удобная поза, особенно когда мы входим в раш, и я тоже пишущий человек, это не сценарист. Я помню, когда я писал книжку свою, то ты там в какой-то момент входишь в поток, и ты фигачь, 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 а потом вдруг замечаешь, что у тебя давным-давно затекла спина, что у тебя сдавленная голова, что у тебя уже там онемели колени или еще что-то, что надо встать и каким-то образом себя вообще привести в какое-то другое состояние, потому что все внимание в этот момент уходит в текст, и мы как бы отключаемся от тела. И я предлагаю вам задуматься о том, что, возможно, будет очень полезно ввести сейчас именно телесные практики всевозможные, которые, с одной стороны, будут просто тело поддерживать в размятом состоянии, а во-вторых, и вот это, собственно, к чему я вел все это время, дело в том, что наше состояние во многом описывается тем, что происходит с телом. И когда мы говорим, что я в стрессе, я вымотан, у меня нет сил, я в ужасе, я в депрессии, я еще, ну, да, дальше добавьте любые состояния сложные для вас, да, очень важно понимать, что все эти состояния, они привязаны к телесным ключам, то есть в любой момент времени, если я переведу внимание из головы, с анализа того, что со мной происходит, на то, что, хорошо, когда я говорю, мне плохо, я в стрессе, это что означает на уровне тела? Это очень мощная практика, потому что в этот момент может выясниться, что я в стрессе на уровне тела означает, что у меня сдавлена грудная клетка, что я не дышу, что у меня холодные, там, влажные ладони, что у меня вообще колоссальный гипертонус вот здесь, в шее, в плечах. И прежде всего мне нужно что-то сделать со своим телом, более того, если я начну с ним что-то делать, я могу взять элементарную практику из йоги Сурьяна Маскар, где, да, комплекс, который, ну, вы можете погуглить, его найти, я могу сделать любую элементарную суставную гимнастику, вращать головой, размять суставы, растянуть мышцы хорошенько, сходить на массаж, в конце концов, да, или что еще, как-то потянуться на коврики, и, о чудо, через 5, 7, 10 минут элементарной какой-нибудь телесной разминки я могу заметить, как меняется мое эмоциональное состояние, как меняется мое ментальное состояние. И вот это для нас очень важно, потому что, проваливаясь периодически во всевозможное нересурсное состояние, нам невдомек, что сделать с собой что-то можно путем очень нехитрых манипуляций просто на уровне собственного тела. Ну и отдельный момент, конечно, я еще раз на этом сфокусируюсь, очень важно напоминать себе о том, что хорошо бы дышать. Потому что особенно вот эта ситуация замирания, когда мы, будучи в ужасе от каких-нибудь новостей или от каких-то внешних событий, мы просто физически замираем иногда на несколько часов, на несколько дней и находимся вот в этом ступоре. Из этого состояния замершего очень полезно себя выводить просто для того, чтобы напомнить себе, что вообще эта жизнь продолжается. Как бы это ужасно сейчас все не звучало, как бы там не казалось, что все, жизнь остановилась. Нет ничего подобного. Жизнь не останавливается ни одну секунду. И какие бы события ни происходили, все равно мы продолжаем находиться в этом течении, в этом потоке. А значит, нам очень важно двигаться вместе с этим потоком, а значит, очень важно дышать. Это вот элементарные, что называется, такие вот приемы антистресса для того, чтобы, ну, во-первых, заметить, что со мной происходит. Во-вторых, научиться потихонечку этим управлять. Так вот первые две вещи, да, там, если сейчас это раскладывать на алгоритм, то шаг ноль, периодически спрашивать себя, вот что я физически чувствую прямо сейчас. И научиться внимание свое переводить в тело для того, чтобы эти телесные признаки собирать. Где напряжение? Где расслабление? Какую температуру у меня руки или там ноги? Сухо или влажно? Холодно или горячо? Мне жарко, тепло, как мне вообще? Очень часто мы, люди интеллектуального труда, бывает вообще находимся в отключке от тела, в диссоциации, то, что называется, когда все внимание находится в голове, и мы вообще тело не чувствуем совсем. И иногда бывает, что нам даже сложно ответить на вопрос, а что я ощущаю прямо сейчас. Так вот эту связь между головой и телом, ее очень важно восстанавливать, особенно сейчас. И так, когда мы заметили, что происходит с телом, мы можем заметить, что если в теле слишком много напряжения, то полезно начать с того, чтобы сделать разминку, телесную, физическую, зарядку, любую совершенно, или просто даже пойти погулять. И, конечно, обращать внимание на то, что происходит с дыханием, потому что дыхание – это жизнь. И как только мы начинаем возвращать себе способность связанно-плавно дышать, это уже инструмент вернуть себя все-таки в тело и к возможности действовать каким-то нибудь образом. И следующий вопрос, который возникает после того, как, ну, хорошо, вот мы себя чуть-чуть почувствовали и вернули. Следующий вопрос очень важный. Хорошо, а как мне сделать так, чтобы запустить в себе некий творческий процесс? И здесь действительно, вот, собственно, я и хочу перейти к напрямую уже актерской технологии. Возможно, кто-то из вас о ней знает. Она довольно базовая для артиста. И начать я хочу вот с чего. Когда мы говорим «мне плохо», «мне страшно», «мне хорошо», «я счастлив», «я доволен», «я вдохновлен», «я потерян», «я опустошен», очень полезно спросить себя, кого мы имеем в виду под словом «я». И нет-нет-нет, я сейчас совсем не собираюсь входить в абстрактное философствование на тему того, давайте задумаемся, кто такой этот я. Нет-нет-нет, я говорю не это. Я говорю, какого себя я имею в виду, когда, говорю, мне страшно, больно или как-то еще. Дальше, собственно, почему нам, в чем нам может на помощь прийти актерская школа? Потому что что есть актерское мастерство, как не игра с этим самым «я», что есть перевоплощение, как не смена точки самоидентификации, что есть вход в роль, как не смена того, что я называю, я как актер называю собой. И мне кажется, что абсолютно все технологии, которые есть у нас в актерских традициях, начиная от Станиславского и Чехова, заканчивая, там, с самыми современными, там, Майзнеровской школой, которая продолжается, например, традиции Чехова и Станиславского, там, или какие-то еще, Городовский, там, кого угодно, в общем, любые техники, которые, как кажется, как нам казалось, полезно и работают исключительно на территории актерского мастерства, вот мне кажется, что очень своевременно напомнить себе о том, что вообще-то это инструменты, это психотехники, абсолютно вся актерская методика. Это набор психотехник для личной трансформации. Вот ни много, ни мало. Вообще, мы это заметили впервые, я и мои коллеги по проекту «Школа игры», когда давным-давно, ну, уже скоро 10 лет как, когда создавался проект «Школа игры», когда мы, будучи артистами театра Абрикениада, когда нам задали вопрос, наши первые наставники, тренеры, получи Дима и Яна, «А что, если мы сейчас сделаем серию тренингов для неартистов на основе вот книги Вадима Димчук «Самоосвобождающаяся игра»?» И мы впервые тогда задумались, что, похоже, те практики, те упражнения, те техники, которыми мы использовались, которыми мы пользовались в институте, в ГИТИСе, в ГИКе, еще где-то, и думали, что это упражнения, которые существуют, и нужны исключительно для работы артиста над собой, выясняется, что если расширить контекст и выйти за пределы актерской профессии, то мы обнаруживаем, что эти техники невероятно полезны для личностного роста, для личностного развития, для навыков и методов трансформации личности и, ну, как бы это сказать, для методик самосовершенствования человеческого, психологического, поведенческого, там, любого другого. И мы стали, собственно, это все дело применять, так появился проект «Школа игры», и сейчас уже, имея за плечами 7 лет работы в этом проекте, и мы обучили за это время вот только вот на моих глазах, из того, что я наблюдал, порядка пяти тысяч человек, я теперь уже могу утверждать, что да, действительно, это работает, и да, действительно, если мы берем огромное количество вот этих актерских техник и применяем их для людей не актерских профессий, то там они дают мощнейший трансформационный результат. И, собственно, к чему сейчас это, да, вот мотивационное мое предисловие было? Что, если мы, вопрос, какого себя я имею в виду, когда говорю, мне холодно, мне жутко, мне бессильно или мне радостно, или я влюблен, какого именно себя я имею в виду? И что, если мы начнем играть с этой точкой самоидентификации, с тем, что мы называем собой? Я вам сейчас хочу предложить игру, которую вот вы прямо сейчас можете онлайн, если хотите, конечно, да, я не могу вас и не хочу вас не заставлять, не принуждать никаким образом, но если вдруг вы сейчас чувствуете потребность внутреннюю немножко включить воображение, и при помощи своего воображения, своего внимания расширить границы того, что вы называете собой, и таким образом воздействовать сейчас на свое состояние, сделать его более продуктивным, более творческим, более заряженным, более ресурсным, то я предлагаю вам эту небольшую, в эту небольшую игру сыграть. Итак, давайте представим, что мы идем по парку. И вы можете себе вообразить любой парк, который вам придет в голову, но вот тот, в котором вам хотелось бы сейчас погулять больше всего, чтобы это был прямо вот тот самый парк, в котором вы себя чувствуете спокойно, равновешенно, как-то вот очень так, знаете, с приятной задумчивостью такой вот. Представьте, что вы идете по этой аллее, это может быть вот осенний парк, да, как сейчас, может быть летний, может быть зимний, дайте волю своему воображению, нарисуйте именно тот парк, именно такой, именно в том пространстве, где вам захочется. И вот по парку идете вы в своем привычном каком-то таком состоянии, вообразите, во что вы одеты. Пусть это будет одежда максимально комфортная, в которой вы максимально хорошо себя чувствуете, в которой вы себе нравитесь. И вот вы идете по этому парку и сфокусируетесь на том, как вы себя чувствуете, пока идете. Как вы физически себя ощущаете? Какое эмоциональное состояние вы испытываете? Что вы вообще чувствуете эмоционально сейчас? О чем вы думаете? И постарайтесь вот в своем воображении воспроизвести этот процесс. Когда я иду по парку, о чем-то может быть привычном думаю, может быть кручу в голове там кусок будущего диалога и сцены, которые надо дописать, или может быть это марку сюжета строю у себя в голове. Ну вот в общем, да, прогуливаюсь. И это вот некий привычный я. И вдруг навстречу вам по этому же парку идет какой-то другой человек. А вы, будучи человеком творческим, да еще и сценаристом, естественно, ваш взгляд цепляется за этого человека, вы начинаете его очень внимательно разглядывать. Вы начинаете смотреть на то, во что он одет. Вы начинаете рассматривать его походку. Его... Как у него тело двигается, сколько ему лет. У него пустые руки, или он, может быть, несет что-то в руках, там сумку или пакет, или что-то еще. И вы начинаете вглядываться в его лицо. И вам становится очень интересно, что это за человек вообще навстречу вам идет. И более того, в какой-то момент вы можете дать себе такое небольшое, легкое такое вот усилие, и в своем воображении прям перенестись и стать этим человеком. И дальше вы идете по парку в теле вот этого человека, который вам встречался на улице. И попробуйте прочувствовать физически, а каково это быть им. Каково это иметь такое телосложение, такой рост, такой вес, такой возраст. Каково вам в этой одежде, в этой обуви? Возможно, вы сможете прочувствовать, а за счет чего у него походка именно такая, с чем это связано. И дальше, по мере того, как вы будете погружаться в тело и поведение этого человека, возможно, что-то начнет происходить с вашим восприятием в том смысле, что вы вообще видите вокруг себя, на что вы обращаете внимание. А куда вы вообще идете сейчас? Что для вас важно? А каких вообще, о чем вы задумываетесь? За что вы цепляетесь своим вниманием, своим восприятием? Чему вы придаете значение? И вот очень интересный момент, как поменялась вся картина вашего мира, вся картина вашего восприятия, когда вы сдвинули эту точку самоидентификации, когда вы переселились в голову другого. Что поменялось? И даже более того, можем продолжить этот эксперимент. И дальше мы можем переместиться из головы этого человека. Выберите в этой аллее какое-нибудь дерево, любое. То, которое первое вам бросится в глаза. И перескочите в это дерево. И теперь вы уже вообще не человек. Вы растете в парке. У вас тоже есть теперь высота, толщина. Вы, может быть, все в листьях или в уголках, а может быть, все облетело уже давным-давно. И теперь вот каково это быть деревом, которое растет в парке? Попробуйте прямо вот осознать и прочувствовать, что вниз вы уходите корнями в землю. И эти корни как-то там, под землей, распространяются, живут свою жизнь. Напитываются соками, получают энергию от земли. А крона тянется к солнцу. Каково это? Как меняется картина восприятия мира? Что меняется? Что становится теперь важным, если я дерево? На что я обращаю внимание? Чему я придаю значение? О чем я думал бы, если бы я был деревом в парке? И даже на этом мы можем не останавливать свой эксперимент, а мы больше можем расшириться еще больше и в следующую секунду представить, что я — это весь парк целиком. Все деревья, которые в нем растут. Все люди, которые по нему гуляют. Белки, мыши, собаки, кошки, насекомые, птицы. Вся огромная жизнь, которая протекает в этом парке, это и есть я. И если я — это весь парк целиком, то что тогда происходит с моими ценностями, с моим восприятием? Чему тогда я придаю значение? Что для меня важно? Чего я хочу? О чем я забочусь? И попробуйте вот прямо сейчас подарите себе этот небольшой подарок, прямо проживите, каково это ощущать себя целым большим парком, такой большой системой, где очень много элементов, которые все как-то взаимодействуют между собой. И все это вы. И когда вы в это наиграетесь, вы можете постепенно собрать себя обратно до размера тела человека, который идет по этому парку, до своего физического тела, до того, что мы называем собой, вот тем собой, с которым мы начали. И можно сделать глубокий вдох-выдох и вернуться к монитору. А бог его знает, может, вы реально в парке прогуливались, когда я начал это все рассказывать. Тогда было бы идеально вообще. Мне очень интересно было бы вас спросить, вот если бы я мог сейчас, если бы у меня был там чат под руками, я бы обязательно задал вам вопрос, как поменялось ваше состояние вообще. И как изменилось ваше восприятие себя и что происходило с вашим этим отношением к слову «я» в зависимости от того, какими границами мы очерчиваем то, что мы называем «я». Великий философ Кен Уилбер, которого я очень люблю, в своей книге «Никаких границ» сформулировал, на мой взгляд, блестяще. Он сказал, что весь смысл, любых психотерапевтических духовных практик фактически сводится к одному единственному процессу. К процессу расширения границ того, что мы называем собой. Вплоть до состояния, которому многие духовные традиции ведут, когда я стираю границы между субъектом и объектом, между тем, на что я смотрю, и самим смотрящим. И в какой-то момент переживаю вот это состояние единения со Вселенной, которое описано действительно во многих традициях. И, возможно, у кого-то из вас даже переживания такие были. Например, в те моменты, когда мы оказывались где-то перед невероятно красивым океаном или на вершине какой-нибудь невероятной горы, когда вдруг на какую-то секунду ты забываешь о том, что у тебя есть физическое тело, и ты забываешь о том, что вот есть какая-то граница между мной и всем окружающим миром, и вдруг ты становишься самим этим непрерывным восприятием, самим этим океаном, самой этой красотой окружающей Вселенной. И вы меня, может быть, спросите, ну и чего, и зачем это все? А вот давайте сейчас посмотрим, что если кто-то... Вот если сейчас вы это упражнение проделали, то по мере того, как вы двигали эти границы с себя, скорее всего, что-то происходило с вашим энергетическим уровнем, с вашим эмоциональным состоянием и с тем, как вы относитесь ко всему, что сейчас происходит в вашей жизни. Я рискну предположить, что если я могу раздвинуть границы себя до размеров огромного парка или до размеров всего здания, в котором я нахожусь, то если я с этой точки зрения посмотрю на то, что меня прямо сейчас беспокоит, на то, с чем я не справляюсь, на то, что у меня не получается, возможно, поменяется сам способ взгляда. И, возможно, из этой более расширенной картины, из этого более расширенного видения начнут приходить решения, начнут приходить идеи, начнут приходить способы и инструменты, которые не приходили нам в голову еще, может быть, 5-10 минут назад. Помните, у Фрейда была эта замечательная фраза, что масштаб личности определяется масштабом проблем, которые в состоянии вывести человека из себя. Так вот, играя вот с этой, с точкой идентификации, с тем, что я называю собой, или с так называемой «я-концепцией», вы наупее это называете «я-концепцией», то есть набор свойств, характеристик, каких-то описаний того, что я называю собой. Я это вот, там, мужчина 36 лет по профессии, там, актер-психолог, занимаюсь вот это, вот этим, вот этим, женат, не женат, люблю то, ненавижу вот это. И если мы можем раздвинуть, если мы можем начать двигать эти границы, если мы можем начать их расширять, то в поле того, что мы будем включать в себя, будет попадать дополнительное количество ресурсов, дополнительное количество энергии и дополнительное количество вариантов поведения, которые были выключены просто из поля нашего обзора, из поля нашего восприятия. А по сути-то дело, по сути-то дело, да, все это классическая актерская практика, которая называется «круги внимания», когда я, двигая фокус своего внимания, могу фокусироваться либо на том, что я чувствую прямо сейчас физически, сидя на стуле, это мой первый круг внимания, могу пойти чуть шире и посмотреть, и прощупать пространство вокруг себя 20-30 сантиметров, это будет второй круг внимания, там, третий круг внимания комнаты, где я нахожусь, четвертый круг внимания за пределами этой комнаты и так далее, и так далее. Мы по парку сейчас с вами гуляли, фактически это же самое проделали, у нас был первый круг внимания я сам, второй круг внимания прохожий, третий круг внимания дерево, которое стоит на обочине дороги, и четвертый круг внимания там весь парк целиком. И еще одна вещь, которую я сейчас попробую сюда присоединить, есть знаменитая модель нейрологических уровней Роберта Дилса, которая как раз показывает, до какой степени разные логические уровни в нашем мышлении, как они соотносятся между собой и как более высокие логические уровни влияют на более низкие. Но там, если вы загуглите, вы найдете эту пирамиду. Пирамиды нейрологических уровней Роберта Дилса. Там самый нижний уровень – это уровень окружения. Следующий уровень – это уровень действий. Третий уровень – это качества, свойства. Четвертый уровень – ценности. Затем уровень – я, идентичность. И последний, финальный уровень – неси. То есть в любой момент времени я могу описать самого себя, отвечая себе на ряд вопросов. Окружение – что меня окружает прямо сейчас физически? Уровень действий – что я делаю прямо сейчас? Уровень свойств и качества – а как я это делаю прямо сейчас? Уровень ценности – что для меня важно прямо сейчас? Уровень идентичности – кто я прямо сейчас? И уровень миссии – ради чего большего я? Так вот, мы прямо сейчас с вами обнаружили интересную вещь. Что если я сдвигаю или меняю или переключаю точку идентификации, если вместо «я», там, мужчина 36 лет по профессии актера-психолога, там возникает «я» – это огромный лесопарк, то дальше я могу посмотреть из этой идентификации на все более низкие логические уровни, и что я там увижу. Если я лесопарк, или если я океан, или если я огромное мощное дерево в роще, то что для меня важно? А какие свойства и качества у меня есть? И если я это могучее дерево, и для меня важно вот это, и вот такие качества и свойства у меня есть, то что тогда я делаю? Что меня окружает? Попробуйте провести с собой этот эксперимент. Попробуйте прогуляться по логическим уровням сверху вниз, когда вы сдвигаете точку самоидентификации, и заметьте, что произойдет с вашим состоянием, с вашей картиной мира, и с тем, как вы вообще смотрите на окружающую реальность, какие вам идеи приходят в голову, и что вы планируете дальше с собой делать. На мой взгляд, это довольно сильный инструмент, который в текущих обстоятельствах очень здорово нам ставит ноги на землю, ку-ку-ку привязывает к голове обратно, и напоминает нам о том, что при любых раскладах, при любых внешних обстоятельствах, мы действительно волшебники и маги в том смысле, что мы можем управлять самым главным, мы можем управлять своим восприятием, своим взглядом на мир и тем, что мы называем собой. А если мы можем управлять этим, ну тогда, в общем, мы можем справиться практически с чем угодно, и действительно, будучи творцами, трансформировать в творчество, в объекты искусства, в произведения искусства, любые внешние события, а мне кажется, именно в этом и заключается наша сегодняшняя миссия. Или как было в книге «Вся королевская рать» у Уоррена, «Сделать добро и зла, потому что вы больше не имеете чего сделать». Ну вот это все к тому же принципу трансформации, к тантрическому принципу, когда я смотрю на окружающий мир, беру действительность как глину, трансформирую ее в произведение искусства. Ну и, наверное, я сейчас поставлю на паузу. Саш, давай, может быть, мы посмотрим, есть ли там какие-то вопросы появились. Здесь есть довольно интересные комментарии. Я попросил людей написать, что впечатление свое, что поменялось. Фокус внимания поменялся и ощущения. В парке растворилось и расширилось вне своего тела. И переход в другое тело и дерево тоже перестает ограничивать только в своем теле. Появилось ощущение, что все едино, что ты можешь быть любым разным. Единение со Вселенной – это просветление. Потрясающе меняется, я растворяется, появляется любопытство, интерес, другие ощущения, ветра, солнца. Сегодня настоящий листопад, листья падают и шуршат. Свои тревоги отступили, стали вторичными. Ура! Я не зря закончил сегодня. Отлично. Спасибо, что делитесь с такой чудесной и мощной техникой. Я только что из такого осеннего парка. Класс. Так. В парке я почувствовала жизнь, в дереве корни и потоки от земли. В другом теле изменение фокуса и интересов. С расширением себя сужаются и уменьшаются проблемы. Да. Так. Собираюсь в московский парк, вспоминаю португальский в Синтре. Андрей Иван пока лучший на марафоне. Спасибо. Очень правильный и полезный. Стать деревом – это круто и приятно. Ну, с военкоматом это не прокатит. Так. Я вспомнила встреченного утром человека и парк в Мадриде у Хрустального дворца, а выходила уже из московского парка рядом с домом. Так. Интересная техника. Парк у меня тропический получился, с видом на море. О! Хороший вопрос. Классный. Давай. Непонятно. Мне кажется, что это такой с подколкой, но мне кажется, что очень точный. Непонятно, как решать насущные проблемы и состояние дерева, ведь ему они непонятны. Ну, смотрите, это же вопрос, опять-таки, продолжение творческого эксперимента. Давайте тогда задумаемся, ну, какое тогда с кем мне надо отождествиться для того, чтобы решать насущные проблемы. Ведь это же, опять-таки, продолжение той же игры воображения. А Илон Маск, условно говоря, тебе надо заработать денег. Как бы Илон Маск заработал? Ну, например, да, 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 да. Например, не знаю, кто там, Стив Джобс, да, или Билл Гейтс, как бы зарабатывал деньги в этой ситуации. Ну, или я не знаю, если я оказываюсь в ситуации, когда у меня там какие-нибудь долги на меня навалились, и какие-нибудь необходимости разруливать, кучу бытовых ситуаций, я могу все там набросить на себя и представить, а как бы Остап Бендер, например, справился с моей ситуацией, ну, например. Я, кстати, расскажу, слушай, я расскажу сейчас эту ситуацию. Значит, у меня тут прямо очень мощно меня нахлобучило 4 октября, когда я прощался с Москвой. 5 октября я полез зачем-то, ну, вот этого, да, вот это зачем-то полез в Инстаграм найти пост, вернее так, я полез просто зачем-то и зачем-то долистал ленту до 17-го года и обнаружил там пост, который был сделан 4 октября за 5 лет до этого. Значит, 5 лет назад. Это когда ты от Демчуга уходил? Ну, вот первый раз, когда, вот, собственно, я сказал, что я не готов участвовать в проекте Козьи Морда, и мне сказали, свободен. И это был первый раз, когда я сознательно отправился в неизвестность, вот такой шаг в пропасть, когда я понимал, что, скорее всего, мне скажут, свободен, и я окажусь нигде. И это происходило в городе Пензе, я тогда выложил фотку Бельмондо и в роли, значит, этого Бомона из фильма «Профессионал». И цитаты из этого фильма про Зен мертв, Джола мертв, что касается меня, это решается в данный момент. И я, но я вспомнил, и, во-первых, меня потрясло, что прошло 5 лет, и я оказался в той же самой точке, только на следующем уровне сложности. Я снова делаю шаг в неизвестный, я снова прыгаю в пропасть, только уже на следующем уровне сложности. И в этом смысле, как устроены эти мистические циклы, я, бог его знает, вот начинаешь верить во все эти астрологические, мистические дела. Но я не за этим рассказываю. Когда я принимал для себя это непростое решение, и я прям измотал уже себя вот этими своими страхами и сомнениями всем на свете, я помню, что я писал тогда для спектакля «Закрой глаза и смотри» текст про Николая Гумилева. Не дописал, к сожалению, не вышел. Это персонаж, а жаль, я бы прям по-прежнему мечтал бы его сыграть. Но я помню, что я ходил тогда, курил по двору, и вдруг на меня снизошло, я себя спрашиваю, стоп, а вот с моей текущей ситуацией как бы поступил Николай Степанович Гумилев? Я прям погружаюсь в его картину мира, я вспоминаю Николая Степановича Гумилева со всеми его африканскими путешествиями, со всем его георгиевским кавалером в Первой мировой войне, со всем этим его расстрелом в 36 лет, с этими дуэлями его бесконечными. И я понимаю, что вообще не тема для разговора даже. Что вообще не тема для разговора. И когда со мной это произошло, дальше вот этот необходимый набор шагов, позвонить, сообщить, написать, получить ответ, пойти дальше как-то дышать из себя, приводить, это было сделано абсолютно уже быстро, молча правильно, как говорит мужицкая на тренинге зеркало, потому что сменился вот этот вот фокус восприятия себя. Потому что я поставил на свое место Николая Степановича Гумилева, и дальше закончились все вопросы. Поэтому мне кажется, что ровно вот таким образом можно эту игру продолжить. Находить того, с кем отождествиться, кто более ресурсен в этой ситуации, чем я, и получать удовольствие. Слушай, Андрюх, мне кажется, что здесь еще есть одна такая штука, что вот откуда возникает, всегда возникает сопротивление, и мы сами это сопротивление себе делаем. Мы все время стремимся с одной стороны, и это такой внутренний конфликт, мы стремимся все время расщепляться, то есть и мы кучу-кучу масок, кучу-кучу ролей на себя надеваем, то есть я папа, я муж, я зять, я друг, я там, не знаю, призывник, я учитель, я там писатель, еще кто-то, я бегун по парку. Вот, и каждую, когда ты каждую вот эту на себя надеваешь, да, там есть сумма характеристик. Да. То есть, потому что, когда я муж, я совсем не такой же, как когда я бегун. Да, я форму надел спортивную, и все, я сразу же стал другой, абсолютно перезаточен. Да, и вот эти быстрые переключения между субличностями, да, между ролями, они нас утомляют, да, и мы на самом деле стремимся к цельности, да, мы стремимся всегда стать каким-то одним, чем-то одним. И вот это, вот постоянный, вот этот внутренний конфликт, постоянный зазор, каждый по-своему его решает, да, кто-то легко переключается, да, то есть, помянутый Демчок, да, он переключался в пределах фразы, то есть, он мог начинать фразу медитацией, а в конце фразы мог подмигнуть и сказать, что наше поле осознанности, да, вам в рот не поместится, что-нибудь такое, да? Мне кажется, это твоя фраза. Нет, это его фраза. Нет, он немножко по-другому это сказал, но вот примерно так. Тут нужно запомнить, прекрасная формулировка, я считаю. Примерно так это было. Так вот, и смысл в том, что вот люди, которые нас окружают, они все время на нас надевают вот эти маски, да, то есть, и они находят вот эти зазоры, да, не сознательно, но интуитивно, они находят вот эти зазоры, вот эти внутренние конфликты и всовывают туда свои жирные пальчики, да, и нас тем самым расшатывают. Вот. И вот мне интересно, да, и вот когда ты сценарист тоже, да, ты надел на себя, как бы, вот эту роль сценариста, и, естественно, у окружающих тоже, там, у тебя определенное представление о роли сценариста. Я сижу и пишу сценарий, да, у продюсера другое, да, это человек, который бесплатно будет нам тут все переписывать и все правки вносить, об которого мы ноги можем вытирать, да, вот как быть вот с этим, с, наверняка ты думал об этом, да, с тем, во-первых, то есть здесь два вопроса, да, вот это разваливание нас на роли и собирание, да, бесконечное, и надевание вот этих масок на нас, да, надевание ролей, которые общество на нас все время надевает. я думаю, я думаю, что это разруливается, как ни странно, довольно несложно, более того, мне кажется, что вот это стремление к единству, про которое ты сказал, и под влиянием которого человек порой так держится за некоторые свои маски, производится от того, что человек путает маску и самость. Да. Здесь очень помогает всевозможный набор, очень много в буддизме этих практик, кстати говоря, это как раз вот мы приходим к духовным традициям здесь ровно за этим, когда, а что если, вот если исчистить с меня, ну хотя бы в порядке мыслительного эксперимента, вот в порядке медитации, если я, это не моя одежда, не мои привычки, не моя профессия, не мое окружение, вот прямо исчистить все логические уровни, вот просто вот очистить контекст полностью, то что тогда остается? Андрей, мне кажется, что это невозможно, да, то есть самость, она же экзистенция, да, что экзистенциалисты, к чему пришли? погоди, это не существует сущности. Сейчас, секунду, там просто, это правда не интеллектуальная история, я вот сейчас доведу мысль. Это улавливается на уровне переживаний исключительно, когда, вплоть до того, что когда ты понимаешь, что тебя нет, какой-то процесс осознавания себя есть, вот странно это называть, там там нет ни я, никаких вообще утверждений, ни по поводу чего, но вот есть что-то, что находится за пределами всего, что можно назвать словами даже. Вроде как, вот если все убрать, вам остается какой-то процесс присутствия, какой-то процесс проживания. И вот он, на мой взгляд, является тем самым экраном, про который Димчук говорит, на который мы сами себе показываем кино непрерывно. И вот он как раз является в этом смысле спасительной гаванью, когда можно сказать, что, господи, да хоть горшком назовите. Когда, я помню, меня там на одном выступлении спросили, правильно ли я тебя представил, а я говорю, господи, ну как представил, так представил, какая разница в конце концов. Это зачем-то нужно тебе, может быть, людям окружающим и так далее. Это меня самого разрушить не можешь никак. И это вот с этой глубинной моей, я бы сказал так, с тем частью, чего я являюсь, сделать нельзя ничего. Этому ничто не угрожает. И мне кажется, что ровно вот эта соединенность и периодически просто напоминать себе и приходить в это состояние, мне кажется, вот медитации сейчас нам нужны ровно за этим, чтобы приходить к состоянию, в котором я понимаю, что бы ни происходило, вот что бы ни происходило, до тех пор, пока я еще продолжаю жить, со всем чем угодно можно справиться, потому что есть эта тихая гавань, из которой разворачивается все это непрерывное действие и весь этот набор игр, масок, решений, действий, суеты. Но есть что-то в основе, что является абсолютно вот единым и неприкосновенным. Но мне кажется, что вот такие переходные моменты, да, моменты разрушения, они как раз-таки очень хорошо подходят для того, чтобы для того, чтобы эту самость-то и пощупать. Когда люди в кризис, когда люди... Когда рушится все, да, рушится все. И я, допустим, да, вот сижу и спрашиваю себя, окей, хорошо, все разрушилось, да, соцсети, все, что я создавал эти там 8 лет последние, да, больше нас, 14 лет, да, все это разрушено. Что я, чем я хочу заниматься дальше, да, то есть можно строить что-то другое вообще просто, да, начать вести, не знаю, тренинги для женщин, да, об отношениях, например. И вопрос, и в этом, в этой ситуации, что я хочу делать? И ответ однозначный, я хочу учить людей писать сценарий. Все, у меня больше, как бы, вне зависимости от того, что происходит, вот, и я начал подготовку, собственно, к этой сценарной конференции после этого, да, понял, что ничего мы отменять не будем, мы будем делать, мы будем работать, вот, пошло все нахрен. Мне кажется, что вообще кризисы в этом смысле их целительное свойство, и в этом их невероятная такая антисептическая функция, потому что они сдирают, счищают нахрен все лишнее, и они дают возможность как раз посмотреть очень свежим взглядом на то, что я из себя представляю, раз, а во-вторых, вот, это же тоже про молодость, ума, и про какую-то вот, такую, какой-то тонус внутренний, ну, да, что смогу я еще раз пересобраться, и вот, и выскочить на следующий уровень квеста, это примерно, что сейчас и со мной, в том числе, происходит, и мне было очень важно, я от своего психотерапевта выходил, когда последний раз, она мне сказала, в общем, в очень верную фразу, что, говорит, перестань, ты не эмигрант, ты никуда не бежишь, и ни от чего не сбегаешь, ты просто делаешь шаг в некий следующий этап своего пути, который давным-давно пора было сделать, да, этот этап сейчас сопровождается определенной чисткой, определенной отстегиванием всего ненужного, ты знаешь, у меня была ситуация, последняя сейчас расскажу, два-две минуты, прихожу, значит, я в нотариальную контору, на элинг кодоверенности оформляться, а мы же не расписаны, мы, как бы, для государства, мы чужие друг другу люди, и мне, значит, говорят, что вы, дескать, вы не боитесь, это что вот чужой человек, она вас без имущества останет, ну, бог с ним, во-первых, ну, я знаю, что Элина Александровна, это последний человек, который мне какой-то вред причинит, это вот просто, когда вот на земле никого не останется, она вот, она будет последней, кто что-то может быть сделать, такое, но дело даже не в этом, а дело в том, что я вдруг обнаруживаю, что у меня ничего нет, у меня нечего отобрать, у меня есть несколько дорогих мне книг, у меня есть одна гитара моя, Fender Stratocaster, модель Ричи Блэкмор, которая мне дорогая, и которая как-то вот я ее, а так, и вот это, когда тебе кажется, что ты оброс кучей всего, что ты пустил корни, а вдруг, когда доходит до дела, ты понимаешь, что у тебя ничего нет, у тебя нечего отобрать, и ты в целом свободен в этом смысле, такой кайф, у меня похуже произошло, потому что, когда объявили мобилизацию, и пока непонятно было, там, скажем, попадаю я, не попадаю, первое, что я сделал, я сходил и написал завещание, на жену, чтобы, если что, никаких, никаких не было проблем, в этом смысле, квартира, мастерская, все, чтобы она дальше, если что, чтобы занималась открытием музея моего имени, и так далее, поэтому, ну, давай лучше ты будешь открывать музей своего имени, пока вот, ты знаешь, ты знаешь, я в свое время как-то это самое сформулировал, что трагическое мироощущение, это не значит быть унылым, трагическое мироощущение, это быть веселым перед лицом самых, самых трагических обстоятельств. И тут последняя штука, это вот я сейчас для участников хочу сказать в продолжении этой идеи игры с я, если вдруг, хочу напомнить просто и сказать, если вдруг вы ловите себя на каких-то очень драматических состояниях, даже состояние, что происходит с вами как со сценаристом, вы в любой момент можете превратиться в главного актера в кино имени себя, и то, что происходит с вами прямо сейчас, прожить как сцену из фильма или как целый фильм, я этим занимаюсь последние трое суток, я выкладываю сторис, я подкладываю всякую музыку, которая меня как-то какие-то эмоции из меня достает, я плачу, я это проживаю всем собой, я получаю невероятное удовольствие где-то там на фоне этот мой зритель внутренний, от того, какой красоты сюжет сейчас разворачивается, от того, как нас там селька растащила сейчас на разные страны, и в разные страны, и в разные углы, хотя мы не расставались за последние пять лет там дольше, чем на неделю ни разу. Это все ужасно красиво, и можно как произведение искусства, собственную жизнь сейчас проживать, и где-то в глубине наслаждаться тем, какую нескучную, какую насыщенную, богатую событиями жизнь прямо сейчас живет. Отлично. Слушай, Андрей, огромное тебе спасибо. Элине привет от меня передавай, и скажи, что меня очень беспокоит то, что я в прошлый раз забыл ей привет передать. Я передам, ты, собственно, можешь это тоже в общем лично ей написать, я думаю, будет очень приятно. Спасибо, очень, мне кажется, что очень мощный, мощный эфир, мощно все ты сделал, и я тебе очень беспокоюсь, и думаю о тебе, как у тебя там дела, так что, давай, держись, я тебя обнимаю, и пока-пока. Дэйма, спасибо тебе огромное. Рад, народ, пишите, пишите в комментариях, в чате, Андрею много-много-много всяких слов хороших, спасибо, благодарности. Я бы хоть почитать потом где-нибудь там по скрине мне, что ли? Оно в этом самом, оно сейчас в чате, ты зайди в чат на канале, на ютубе. А, на ютубе, все, хорошо. И оно, они там все висят, все комменты. Ура, пошел читать. Да, все, давай, пока-пока.